Репчатый лук Достаточно сортов с однолетним циклом выращивания Однако сивок все-таки не теряет своей популярности Лук сивок можно высаживать как в осенний период, так и в весенний У осенней посадки лука сивка есть ряд преимуществ Он в первую очередь связан с тем, что мелкие луковички меньше 1 см в диаметре Имеют мало шансов сохраниться до весны Они очень плохо сохраняются, гниют, усыхают и так далее Поэтому если вам в осенний период достался вот такой вот меленький лук сивок Лучше всего посадить его осенью Такой лук высаженный осенью может хорошо перезимовать Может хорошо прижиться, начать вегетацию И в достаточно ранние сроки может дать крупную товарную луковицу репку Которая вполне пригодна для длительного хранения Раннее созревание лука репки способствует его хранению Потому что при весенней посадке вот такого сивочка Особенно в случае, если весна задалась поздняя Шейка лука часто не вызревает Остается широкой, толстой и лук плохо хранится В случае осенней посадки такого с луком репчатым не случается В то же время в посадке сивка есть некоторые нюансы Которые необходимо знать для того, чтобы иметь успех в осенней посадке лука Некоторые опасаются высаживать лук сивок под зиму И это связано в первую очередь со слабой перезимовкой этого лука В этой связи первый важный фактор, когда нужно сажать лук Потому что в зависимости от сроков будет и перезимовка Если в случае с чесноком нам важно в осенний период вырастить вот такую большую мощную корневую систему Вот посмотрите, вот эта вот луковичка, этот зубочек был посажен в землю месяц назад Вот смотрите, какая шикарная, отличная корневая система у чеснока образовалась В то же время, вот здесь вот даже нет намека на рост самой зелени Поэтому вот такой вот чеснок перезимует очень хорошо Вот с луком сивком такой фокус практически невозможно проделать Дело в том, что когда он начинает вегетировать, у него достаточно быстро отрастают и корни, и надземная часть В этой связи сроки осенней посадки лука сивка должны быть смещены в более позднюю сторону В умеренной зоне первые заморозки, настоящие заморозки, уже символизируют о том, что пришел срок посадки лука сивка В этом случае он не успеет дать сильную корневую систему и не успеет отрасти вот это вот перышко здесь И это очень важно Ведь успех перезимовки лука сивка, как и чеснока, во многом зависит от содержания сахара в самой луковице Сколько сахара там было накоплено В этой связи при выборе сортов необходимо ориентироваться на те из них, которые более острые Потому что, как правило, более острые сорта лука и содержат больше сахара Кто-то удивится и скажет, что ну ешь этот лук, никакой сладости особой не чувствуешь Но дело в том, что вот эти острые масла и вещества, которые содержатся в репчатом луке Они маскируют сладость этого лука, а на самом деле сахара в них гораздо больше Поэтому второй фактор, это сам сорт Я для осенней посадки выбрал такой сорт, достаточно широко распространенный, как сторон Он, мне надо сказать, что он самый острый среди всех сортов Однако же он гораздо более острый, чем, например, ред барон или какие-то там белокрашенные луковицы Которые являются более такими салатными, более сладкими, менее острыми, скорее, сортами Поэтому я выбираю именно его Еще обратите внимание, почему важно высаживать лук всего в более поздние сроки Это связано с, опять же, содержанием сахаров Но вот смотрите, если мы разрежем луковицу чеснока, вы можете ее сжать как следует в пальцах И попробовать выдавить оттуда сок У вас ничего не получится Мякость твердая, плотная, хрящеватая и малосочная Если же мы возьмем половинку лука севка, то вы с легкостью можете выдавить оттуда сок Это свидетельствует о том, что количество сухого вещества в луковице, лука репчатого, существенно меньше, чем количество сухого вещества в чесноке В этой связи он перезимовывает гораздо хуже Сама луковица очень сильно подвержена промерзанию, промораживанию Поэтому, если вы высаживаете лук севок в ранние сроки В этом случае сахара, которые накоплены здесь в луковице Энергия идет на образование корневой системы, на образование пера И даже если оно не появилось над землей, все равно оно там уже есть И количество сахаров в луковице резко падает, сохраняя вот это большое количество влаги Приходят морозы и луковица промерзает и погибает В этой связи очень важно сохранить здесь максимальное количество сухих веществ в этой луковице То есть не дать начать расти этой луковице после посадки Это опять же связано и с сроками посадки, ну а количество самого сухого вещества с сортом лука Поэтому постарайтесь не высаживать лук всего, как бы не хотелось Какие бы погожие дни не стояли в какой-то очередной выходной Когда вы планируете сделать такие посадки Не высаживать его раньше начала ноября Ну конечно каждый год на год не приходится И какой-то год заморозки и морозы могут прийти раньше, уже в 20-х числах октября А в какой-то год это может попасть и на 10-е числа ноября Поэтому необходимо ориентироваться конечно по текущей обстановке Но спешить с посадкой лука-сивка совершенно не стоит Когда вы покупаете лук-сивок, конечно необходимо обратить внимание на само фитосанитарное состояние луковичек Но я вот уже здесь вижу вот такие вот сухие мумифицированные луковички Конечно его надо перебрать Вот здесь вот я вижу луковичка больная с такими сильными признаками фузариоза Вот здесь вот белая такая плесень в области шейки Она тоже высохшая Будет очень хорошо, если такие луковицы не попадут в грядку Потому что обогащение грядок вот такими инфекционными агентами совершенно нежелательно В этой связи, поскольку партия не идеальна и вообще наверное трудно найти какое-то что-то идеальное в природе Необходимо нам эти луковички перед посадкой обязательно протравить Среди множества протравителей, которые сегодня существуют на рынке Я даю предпочтение железному купоросу Я поясню почему Дело в том, что многие протравители, такие как Максим и другие коммерческие протравители Специально для этого предназначены Они действуют на ту фазу патогена, когда он развивается Он включается в обмен веществ патогена и не дает ему дальше размножаться В нашем же случае патогены и само растение находятся в стадии покоя Высаживать мы его будем в прохладных условиях, неблагоприятных для начала развития растений Точно так же эти условия будут неблагоприятны и для развития патогена В этой связи использование таких препаратов, как Максим, например, и других подобных фунгицидов Таких коммерческих Является совершенно нецелесообразным В какой-то степени Нецелесообразным является также использование медного купороса Почему? Потому что действие медного купороса связано с тем, что и бактерии, и грибы очень сильно зависимы от содержания ионов меди Существуют там системы обмена веществ у них, которые медь зависима Поэтому, а медь не так широко распространена в почве, в окружающей среде Поэтому, когда они встречаются с медью, с этими ионами, они начинают их накапливать Если вы их наносите в большом количестве, они их накапливают слишком много, можно сказать, объедаются этими ионами Они поступают уже туда в токсических концентрациях и убивают патоген Поэтому, поскольку нет обмена веществ у патогенов в этот период, в осенний период посадки Медный купорос тоже нежелательно использовать Хотя можно использовать как протравитель медный купорос, зная его вторую сторону, как фунгицид Но этой же второй стороной обладает и железный купорос Дело в том, что в этом периоде, в периоде покоя, растений, патогенов Эффективными будут исключительно так называемые гипертонические фунгициды Которые создают гипертоническую среду, обжигающую среду Когда концентрация солей снаружи повреждает и покоящиеся фазы развития патогена И активные фазы развития патогена Вот к таким средствам относятся купоросы все Сульфатные соли, тот же калиосульфат или аммонийсульфат Обыкновенная поваренная соль также относится к такого же рода обезвреживающим веществам Но я буду использовать именно железный купорос Потому что, с одной стороны, он обладает таким обезвреживающим фунгицидным эффектом С другой стороны, он является хорошим источником железа А по железу все растения в той или иной степени нуждаются И многие почвы дефицитны по железу Особенно по двухвалентному железу Поэтому я для протравливания лука севка приготовлю вот такой вот раствор Я возьму 400 мл воды Вот такую основательную столовую ложку железного купороса Вот прям с горочкой сделаю такой очень крепкий раствор И вот этим вот крепким раствором обработаю мой севочек Это можно сделать в какой-нибудь миске Это можно сделать в любой посуде, которая только вам удобна Но я это сделаю вот в такой вот банке Ну, пожалуй, мне для осенней посадки и достаточно будет Может, еще потом дотравлю, если мне понадобится еще Я заливаю лучок этим крепким-крепким-крепким раствором железного купороса Ну, надо подождать 3-4 часа хотя бы А можно это сделать, замочить и на сутки Ну, на ночь можно замочить Может, даже и несколько суток полежать в этом растворе лук Очень важно, чтобы чешуйки как следует пропитались И под чешуйки этот раствор попал После чего нужно луковички немножко просушить Одеть перчатки Перчатками брать эти луковички И высаживать в гряды Чем заправить гряды перед посадкой лука-севка? Ну, когда я делал основную такую обработку почвы осеннюю После того, как убирал растения, которые росли раньше на грядке Я сразу же внес туда двойной суперфосфат В дозе примерно 30 грамм на квадратный метр И внес печную дровяную золу Она является источником кальция У меня избыточная несколько кислотность почв Поэтому она поднейтрализовывает эту кислотность почвы Избыточную, обогащает почву кальцием А также является достаточным источником калия для лука Все дальнейшие удобрения я буду вносить по весне В первую очередь, конечно же, азотные А потом буду смотреть по состоянию растений Может быть, им что-то еще и понадобится Кроме того, при посадке лука-севка Я обязательно буду пользоваться табачной пылью Вот луночки, которые я буду делать для лука-севка Я буду достаточно обильно просыпать табачной пылью Для чего это необходимо? С одной стороны, вредители, которые могут повредить здесь вот эти луковички осенью Они уже ушли глубоко в почву И не будут вредить этому луку Никакой луковой мухи в этот осенний период Кого-то там еще, каких-то проволочников ожидать уже не приходится Но по своему опыту скажу вам Что вот табачная пыль, в отличие от каких-то иных инсектицидных протравителей Даже натуральных, будь то, например, скипидар с мылом Такая вот эмульсия или еще что-то Вот табачная пыль в этих лунках продолжает свое действие Вплоть до самой весны И на грядках, которые я просыпаю лунки табачной пылью Под осень я никогда не вижу никаких повреждений Кроме того, и луковая муха по весне избегает тех луночек Которые я просыпал табачной пылью То есть табачная пыль это не столько борьба с вредителями почвенными И какими-то еще в осенний период Сколько такое пролонгированное инсектицидное действие до весны Потому что неизвестно какая весна будет Покороче, подлиннее, пораньше, попозже Мне нужно превентивно это все защитить Почему я не использую такие препараты для протравливания Как, например, триходерма или фитоспорин Дело в том, что чем позже вы что-то высаживаете Чем более холодные условия Тем менее продолжительный срок действия этих препаратов Ведь и температура работы фитоспорина и триходермы Также ограничиваются максимум 10 градусами тепла А высаживаем мы лук-сивочек тогда Когда температура почвы понизилась уже до 5 градусов А то и ниже Поэтому все-таки биологические средства Для протравливания лука-сивка в такой поздний период Являются менее эффективными Чем для протравливания чеснока Который высаживается где-то Ну, я, по крайней мере, высаживаю в Беларуси В начале сентября Вот, что ж, пойдемте сажать лук В посадке лука-сивка непосредственно в гряды Нет ничего такого особенно сложного Глубина посадки лука-сивка под осень Составляет не менее 5 сантиметров От вершинки самой луковицы Расстояние между самими луковицами Следует делать порядка 5 сантиметров Вы можете сделать и более густую посадку Например, через 2-2,5 сантиметра Может быть, не каждая луковица перезимует Чтобы посев не был слишком изреженным Если весной окажется, что ваш посев Такой хорошо перезимовавший И лука слишком много Ну, просто используйте лишние растения Прорывайте их на зеленый лук То есть, не спешите прореживать эти посадки По весне Пусть лук подрастет И вы вполне его будете использовать на салаты Предшественниками для лука Не должны быть другие луковые растения Разновидности лука, чеснок Также лук не стоит сажать после капусты Ну, а вот эта грядка у меня была после фасоли Бобовые являются превосходными предшественниками Буквально для всех овощных растений Кроме тех же растений семейства бобовые При посадке старайтесь не вдавливать луковицу Для того, чтобы донца луковицы не повредилась И почва, особенно если у вас тяжеловатая почва Не уплотнилась под этим донцем После того, как вы закончили посадку Ну, а еще раз напомню, что лунка должна быть обильно просыпана табачной пылью Вот у меня здесь есть частички суперфосфата Они примерно недели три здесь пролежали в почве И уже совершенно легко рассыпаются То есть еще за зиму этот суперфосфат станет хорошо доступен растениям После того, как вы все это посадили Засыпайте посадки лука Ну, можно отмаркировать, поставить какие-то колышки, какие-то обозначения Что вот лук здесь находится, посажен Можно сделать отметки в каком-то блокноте, журнале Как правило, это является полезным при посадках Если у вас участок с уклоном Вот у меня здесь такие высокие гряды сделаны И уклона никакого нету Вода здесь, конечно, не застаивается Это очень важно для лука Он очень не любит застоя воды Особенно по весне луковица задыхается, сгнивает Но если у вас с уклоном какой-то участок Обязательно сделайте закрепление грунта Обязательно здесь замульчируйте его как следует И в любом случае после посадки Постарайтесь положить хороший слой мульчи Который будет и задерживать снег И не давать смываться верхнему слою почвы То есть какие-то участки будут оголяться А где-то намывы грунта будут И грунт будет утяжеляться Это все нехорошо А мульча, солома, сено, что-то еще Являются хорошей такой защитой против этих эрозионных процессов Кроме того, они утеплят посадки И в случае каких-то сильных морозов Защитят растения от лишнего мороза От таких ненужных в этот период повреждений Низкими температурами Все это будет способствовать тому, что лук будет хорошо зимовать Хорошо начнет отрастать Будет минимально повреждаться впоследствии пероноспорозом Ведь болезни, в том числе и лука Гораздо легче предупредить, чем лечить И в отношении лука это особенно актуально Потому что бороться с этими болезнями очень сложно Хотя и можно Обязательно поговорим об этом в наших следующих выпусках На этом я прощаюсь с вами До новых встреч, всего хорошего